Юных кадетов хотят воспитывать в школе номер 17. Преподаватели считают, что такой подход это не только вышибал на экзаменах, но и формирование характера настоящих патриотов своей страны. О возможностях, которые дает образование по кадетским нормативам педагоги школы рассказали в рамках презентации проекта. По словам членов проектной мастерской, такой тип обучения в данный момент востребован в Подмосковье, в том числе и в Щелковском районе. Однако в силу различных причин у родителей нет возможности отдать детей в кадетские школы. Так, формирование кадетских классов в обычных учреждениях образования откроет перед учащимися новые перспективы. В данной ситуации реальным и оптимальным выходом является создание кадетских классов как структур существующих образовательных учебных заведений. Данный подход позволяет повысить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и реализации учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания. Сегодня это актуально для всех, потому что мы, как учителя, в первую очередь думаем о нашем будущем, чтобы оно было безопасным, чтобы оно было патриотичным, чтобы каждый наш выпускник любил свою семью, своего учителя, свою малую землю и свою родину. По словам авторов проекта, программа обучения в кадетских классах позволяет сформировать у детей такие качества, как дисциплинированность, ответственность, исполнительность и, конечно, более глубокое понимание патриотических идей. Так, для юных кадетов предполагается ввести дополнительные дисциплины по углубленному изучению отечественной истории, начальной военной подготовки, классической хореографии, чаще привлекать ребят к развивающим спортивным играм и патриотическим мероприятиям. С 1 сентября планируется сформировать класс кадетской направленности в количестве 25 человек, отмечу, как девочек, так и мальчиков, который будет действовать в 2016-2021 учебных годах. Формировать кадетские группы планируют, начиная с 5 класса обучения, упрощает задачу то, что большая часть необходимой базы в школе уже есть, в том числе зал для хореографии и оснащения для начальной военной подготовки, от противогазов до моделей автоматов Калашникова для сборки-разборки. Также для реализации проекта крайне важна его популяризация, привлечение внимания общественности. Так положительно оценил инициативу депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Поддержать, конечно, на сегодня есть такие возможности. В первую очередь, это организационные, они не составляют большого труда, никто не будет абсолютно против того, чтобы вот такая форма воспитания и обучения наших ребят в школе существовала в Щелковском районе. Я думаю, что это должно, в принципе, быть создано в каждой школе. Мы затронули сегодня большую глобальную тему и считаем, что без поддержки местного отделения партии справиться с такой масштабной задачей нам вряд ли удастся. Мы рассчитываем на привлечение большого количества общественных организаций, связанных с военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, к привлечению средств массовой информации и размещения информации на интернет-ресурсах. Очень важно, что на таком высоком уровне, на уровне Московской областной думы, на уровне администрации района и сейчас мы знаем о том, что на федеральном уровне очень хорошо поддерживаются эти проекты. Будем это все реализовывать. В течение лета преподаватели планируют решить вопросы обеспечения будущих учеников кадетских классов формой и снаряжением, оформить помещение для проведения патриотических мероприятий. А уже в сентябре в Щелковской школе должны появиться первые кадеты.